Национальная телерадиокомпания Чуваши продолжает проект «Родные лица Великой Победы». Для воевавших война никогда не кончается, так сказал один известный писатель. В памяти ветеранов по-прежнему оживают военные события. Продолжит Татьяна Филатова. Как быстро летит время. Уже позади 68-я годовщина Великой Победы над фашизмом. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто тогда защищал нашу Родину от врага. Одна из историй о ветеране Великой Отечественной войны, живой легенде Александре Иванове. Когда началась война, Александру уже исполнилось 18 лет. Но на фронт он попал не сразу. Работал бригадиром на строительстве оборонительных сооружений от АЛЛАТРА до Волги. В январе 42-го года был призван в армию, окончил артиллерийское училище и попал на Сталинградский, а затем и на Центральный фронт. Боевые действия начал в качестве командира огневого взвода. Ветеран вспоминает, как получил приказ задержать немецкие танки на поступах к Белоруссии. Это был один из самых тяжелых и страшных боев. И вот когда мы вышли в пространство между Жлобином и Каленковичем, вот там немцы пошли контрнаступлением большими танковыми силами, танковыми дивизиями. И вот наша дивизия должна была остановить это наступление. И смотрим, с той стороны километров трех появились на дороге на шоссе немецкие танки. Один танк, два танка, три танка. Смотрим, еще, 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 еще. Сорок танков. Одна из дивизий открыла огонь раньше времени. Немцы поняли, где их ждут и свернули с дороги. Но отступать они не собирались и совсем скоро пошли в наступление. Взвод Александра Иванова не был раскрыт. И немцы, сами того не подозревая, попали в ловушку. Но силы были неравны. А потом они, значит, двигались вперед. И огонь, очень сильный огонь открыли по нашим позициям. Обе пушки наши были подбиты, уничтожены. Мы побежали назад на опушку леса, а там с левой стороны стояли наши две другие пушки к ним. Ну что делать-то? Выхода никакого нет. Мы ничего не сможем делать. Мы задержали колонну. Это отступление спасло жизнь многим солдатам. Оставшиеся дивизии были полностью разбиты. Дивизия Александра Иванова тоже понесла большие потери. Ее направили в тыл для пополнения новыми силами. Но впереди ее ожидало новое испытание. Дивизию направили на Украину. И молодые бойцы попали в окружение. Потому что дивизия, новая, сформированная дивизия, полностью была разбита немцами снова. Полностью была уничтожена. И вся техника была уничтожена немцами. Александр Иванович все время чувствовал, что на войне его кто-то оберегает. Каждую минуту он мог погибнуть. Он был трижды ранен. Но сама судьба каждый раз спасала его от смерти. Он дошел до Берлина. Видел, как немцы были растеряны и бежали. Разгромили, расшеяли, уничтожили. Потом, посчитаю, около 200 человек убитых немцев там нашли. Около 200 человек в плен сдались. Постанавливали раненые. И офицеры, и генералы там были. После окончания войны Александр Иванов работал учителем математики. Встретил будущую жену. Вместе они прожили 65 лет. Воспитали двух сыновей. И по сей день счастливы вместе. О войне у ветерана осталось много свидетельств. Порой он открывает свой старый альбом. И на фотографиях снова оживают его товарищи. Полные надежды вернуться домой живыми. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика.